Эксперты продажа лекарств в магазинах навредит пациентам. Разрешение продавать безрецептурные лекарства в обычных магазинах приведет к негативным последствиям, заявили эксперты фармрынка. Их вывод – доступнее препараты не станут. Более того, лекарства, отпускаемые по рецептам, неизбежно подорожают, а купить их будет труднее, поскольку часть аптек разорится и закроется. В прошлом году было продано безрецептурных лекарств на 335 миллиардов рублей. Фото – Фотекс Пресс. Ровно год назад активно обсуждался законопроект, предлагавший пустить безрецептурные лекарства в обычные продуктовые магазины. А сама идея в том или ином виде продвигается уже 10 лет. Резонанс был большой. Медицинское сообщество во главе с Минздравом, пациентские организации и участники фармрынка живо обрисовали возможные немалые риски такого решения. Точку в обсуждении тогда поставила вице-премьер Татьяна Голикова. И в итоге Минпромторг, выступившись с законодательной инициативой, сам предложил отказаться от дальнейшей работы над законопроектом. Аптеки продают не только приносящие прибыль безрецептурные лекарства, но и невыгодные с коммерческой точки зрения жизненно важные препараты. Тем не менее несколько дней назад стало известно, что созданная в Госдуме межфракционная рабочая группа по обращению лекарств вновь вернулась к идее свободной продажи. Депутаты обсуждали возможность сформировать список лекарств для супермаркетов и определить условия магазинных продаж. Минус. В России начали выписывать электронные рецепты торговым сетям. Продавать лекарства очень хочется, ведь на долю безрецептурных препаратов приходится 56,4% продаж в упаковках, а в деньгах более трети, то есть применительно к прошлому году, речь о 355 миллиардах рублей. Данные маркетингового агентства DSM Group. Но лекарства это особый, социально значимый товар. Аптеки продают не только активно рекламируемые и приносящие прибыль безрецептурные лекарства, но и жизненно важные препараты, цены на которые регулирует государство, напомнил вчера член профильного комитета Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый. Аптеки обязаны иметь определенный ассортимент лекарств вне зависимости от того, выгодно ли это с коммерческой точки зрения, они строго соблюдают условия хранения препаратов, поскольку это связано с безопасностью их применения, отметила исполнительный директор Ассоциации аптечных сетей Нали Игнатьева. Кроме того, отметила Игнатьева, и сегодня есть возможность открывать в магазинах получившие лицензии аптечные киоски, так что вопрос доступности на самом деле решен. Что касается мелких населенных пунктов, нужно обеспечить правовую возможность, чтобы селян обеспечивали лекарствами ФАПы и амбулатории. Беляков, хороших специалистов в наших поликлиниках осталось крайне мало. Экономика товара и цены общества, здоровье и цены на лекарства.